Вручить Орден Дружбы, высокую государственную награду слесарю-ремонтнику цеха номер 16 в СМПО Александру Шкребню президент страны поручил своему полномочному представителю в Уральском федеральном округе Игорю Халманских в представительстве президента в Екатеринбурге. Игорь Рюрикович, открывая церемонию, отметил. Сегодня в этом зале собрались лучшие представители самых разных профессий, работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, преподаватели и врачи, работники государственной службы и представители научной интеллигенции. Но в какой бы области вы ни трудились, всех вас объединяет одно, вы состоявшиеся и успешные люди, которые являются примером для подражания не только для окружающих, но самое главное для молодежи. Красивую коробку, в которой находится медаль Ордена и Орденская книжка, Александр Михайлович сразу передал своей супруге. Галень Александровне, которая вместе с ним была приглашена в резиденцию полпреда. Без громких слов скажем, что на таких работягах, как Александр Михайлович, и держится весь мир. Немногословных, уверенных в себе, не боящихся работы и обладающих поистине золотыми руками. А еще знающих, что дело надо сделать вовремя и качественно. Приятно с полезным совместил Николай Смешной, съездив на прошлой неделе в резиденцию губернаторов. Приятная эта награда, которую по указу президента получил Николай Дмитриевич, слесарь-ремотник цеха номер 21. На лацком его пиджакам Евгений Куевышев прикрепил медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Церемония, в ходе которой губернатор вручил ряду жителей Свердловской области государственные награды Российской Федерации и региональные знаки отличия символично прошла накануне Дня России. Приветствую собравшихся, Евгений Куевышев напомнил, что в этом году Свердловской области исполнилось 80 лет. И во все времена на всех направлениях уральцы умели быть на высоте, стремились быть первыми, оправдывая высокую репутацию опорного края державы. Церемония прошла торжественно, но быстро. В колонном зале дома Севастьянова собралось немало представителей трудового Урала, рабочих, инженеров, руководителей промышленных предприятий. К завершении церемонии губернатор пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, нестерпаемой энергии и дальнейших успехов. 30 мая в правительстве Свердловской области на расширенное заседание коллеги Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства были приглашены представители Салдинской коммуналки. Алексей Холодов – слесарь аварийно-ремонтной службы и Антон Селезнев – дворник ЖО номер 3. Алексей и Антон в мае представляли Уральский федеральный округ в федеральном проекте «Все дома», который прошел в Ульяновске. И вот заслуги Алексея Антона простых работяг Салдинского УЖКХ оценило Министерство Свердловской области. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов наградил за успехи в работе коммунальных предприятий области и их руководителей, а также вручил нашим парням благодарственные письма за добросовестный труд, профессионализм, талант и ответственность, а также за активное участие в конкурсах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Такую же награду получила начальник службы ЖО Ирина Тодуа. 3 июня в резиденции губернатора состоялась торжественная церемония вручения премий в культурно-досуговой области, библиотечной и музейной сферах. В числе двух лауреатов, представленных в премии, за вклад в сохранение и развитие культурно-досуговой сферы директор Верхнесалдинского центра культуры, досуга и кино Светлана Куличенко. Нам, работникам культуры маленьких городов, особенно приятно, особенно важна и нужна такая государственная поддержка первых лиц области. Именно в провинциальных культурно-досуговых учреждениях зарождаются ростки, которые потом приносят плоды в крупнейших и ведущих учреждениях культуры Свердловской области. Особенно приятно получить эту награду именно в год культуры. Эта премия, призналась Светлана Владимировна, результат нашего совместного труда. Четыре года Светлана Куличенко руководит Центром культуры, досуга и кино. Его коллективы в 2013 году стали участниками семи международных, четырех всероссийских и четырех областных фестивалей, достойно выступив на площадках Барселоны, Пекина, Рима, Хельсинки, Севастополя, Казани, Москвы и других городов России. В торжественный момент награждения вместе со Светланой в столицу области прибыли разделить ее мама Людмила Постникова, глава округа Константин Ильичев, руководитель управления культуры Ольга Савицкая.